Утро полдевятого. Выспались до одури. Ночью дождичек брызнул немножко. Несколько раз начинал. Встали, почистили зубы. Где-то вот здесь спорхнул рябчик. Хочу его найти. Они здесь утром вылетают. Видимо поклевать камушки. Сейчас знаю по их шуму. Вот же он сидит красавица. Сидит на дереве, не шелохнется. Так, как бы мне его поймать только. Против солнца плохо видно. Вот попадки же у них. Не шевелятся и благодаря этому их и не найдешь, не увидишь. Раскраска идеальная, если бы к стволу так поближе бы еще сел. Да, одно время я любил на них охотиться. Они по утрам, по вечерам вылетают поклевать камушки. Интересно, что еще вкусное мясо у них. Благородная, чистая, хорошая птица. Охота приятная, спокойная на них. Красавец таежный рябчик. Ну ладушки, впереди нас ждут славные дела. Дары леса. Утро. Солнышко встает. Уже 10 часов. И мы решили зайти в лес позавтракать. Ну, обуяла жадность. И мы набрали все посудинки, что у нас были. Собака накушалась. Все, идем. Бежим, бежим, бежим. Время поджимает. Ну, как тут пройдешь, ребята? Ну, как тут пройдешь, блин, а? Какие кустики везде, какие ягодки. Посмотришь, как творится, а, ребята. Давайте, несите ведра. Я остаюсь здесь. На работе скажете, я заболел. Елки-палки, елки-палки. Везде, везде они. Старые вырубки. Чем больше деревьев вырастают, тем больше тени они дают, тем крупнее становятся ягоды в тени. Может, не такие сладкие они потом, но офигенные. Элли, пойдем. Пойдем, пока тебя медведи не съели. Вкусно? Очень вкусно. Ну, хорошо. Что у тебя в ведре все меньше и меньше становится? Что? Кушаешь, что ли? Кушаешь? Да, я уже кушала. И это... Это... Было полно? Полно. Просто полно, где-то. Ясно. Ну, вперед, да? Да. Нас ждут славные дела. Окей, ребята, я предвижу вопрос. Вам, наверное, интересно, где такие райские места находятся. Везде. Едете по трассе. Есть дороги такие, они называются logging road, по которым лесоразработки ведутся. Видите, в каком они отличном здесь состоянии. Стоят обычно знаки. Что это? Не ездить, короче. Road closure. Там закрыта дорога, то, сё. Типа даже... Ну, въезд не запрещен, а иногда там ест на свой страх и риск. Иногда написано, большие грузовики возят дрова. Там избегаете, уступаете дорогу, то, сё. Ну, короче, не хотят, чтобы ездили. Ну, и нужно запомнить, что эти знаки там 20-30 летней давности бывают иногда. А просто это... Дороги-то они оставляют, потому что периодически, через несколько лет опять там деревья подрастут в городном регионе. Они поедут и опять будут лесоразработки делать. Вот такие вот красивые дороги. Видите, может, какие-то бугры. Видите, это как... Как стиральная доска, короче. На машине здесь сильно не погоняешь. На квадроциклах народ любят ездить. Ну, и на машине, на траке так потихоньку пилишь, тоже можно. Ну, вот такие вот бесконечные дороги. Тут на 20-30-40-50 километров даже настольник можно иногда. И в одну сторону от трассы, и в другую сторону от трассы. Здорово. Бугарки, взгорки, выбираешь ли пейзаж какой тебе нравится, низинки. Вот в таких местах мы рыщем. Где обычно никто не ездит. Видите, только наш след. Так, мы просидели немножко с приятной одной парой. Побалакали, покалякали. Теперь распрощались. И проскочили несколько километров по трассе, и трейл такой сходит. Оказывается, к этому озеру нету подъезда. Там просто оставили машину где-то метров 300-500. И вот через такой лес сосновый. Бор такой, по тропинке по такой пришли. На квадроцикла здесь можно проехать. И то нередко, не часто ездит народ. Так, вот здесь пару лодок лежит. Непривязанные, ничего. Они, конечно, это можешь брать и пользоваться. Со своими веслами, пожалуйста, приходите. Хорошее местечко такое. Так, вот тетя Оля загорается, прячется за кустами. Так, озеро офигенное такое. Очень хорошее озеро, смотрите какое. Представляете, вот не души. Я в семейных трусах здесь хожу на солнцепёке. Вот все озеро нам принадлежит. То есть любому, кто сюда приедет, оно может принадлежать. Второе уже не сунься сюда. Так, вот Элли рыбачит. Договорились попробуем по одной рыбке поймать. Вот такое озеро. Можно на лодке заплыть. Видите, тут берег есть. Там как камышом порожится. Ну, камышом, а такой-то. Вайлд Райс, наверное. Классно такое озеро. Собака гуляет. Про мусор. Мусор. У нас в Канаде тоже мусорят. Вот, видите. Вот мусор оставили, ребята. И вот мусор. Паразиты. Видите, чипсы не доели. Туда две бутылочки густые сложили. В пакетики положили. Вот кто-то придет и за ними уберет. Редиски такие. Это наше ведро. Мы просто взяли удочки. Ведерко накидали этих рыбацких претендолов всяких. Ага. И вот наши основные орудия труда. Если шуку поймаем. Так вот купальные принадлежности наши. Каждый взял в руки по удочке. Тетя Оля взяла пакет. С армузом. И с полотенцами. Вверх он кусты ловит. Закидывает профессионально. И так немножко порыбачим. Потом искупнуться у нас по плану. А потом двигать домой. Потому что дома тоже полно дел. Нас ждет еще сегодня воскресенье. Элли последняя неделя на работе осталась. Но она отпросилась. Она в местном филиале университета. Подписалась два дня. Она будет преподавать математику. Скажем так. Дама Элли. Что это? Математика? Калкилис. Фуд кэмп. Фуд кэмп. Высшая математика. Высшая математика, короче. Закончившая школу и поступающих в университет. Ветерок. Хорошо так. Жарища такая. У нас жара стоит. Ага. Поэтому мы так хотим купаться. Потеешь прямо как бобик. Ну ладно. Все. Порыбачим. И потом дальше по плану. Где? Сейчас она уже убила. Уходит? Ух. А вот она. Вижу. Вижу. Удочка в дубу такая мощная. Свирепая. Сейчас мы в рамках. Вот у нас садка. Смотри, 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 что делает. Смотри, что делает. Смотри, что делает. Щучка. Давай, давай, давай. Стилим. Дерево у меня. Задоедно. Удивишь, заспей. Ух, копей. Ударок? Да. Ударок. Дорогие. Вот так вот, в семейных трусах, с кузовом на распашку. так ну-ка на такое вот оружие мне или подарила мне рождение так делаешь уважаемый что мы тебе сделали такую вот так раз и все так вначале мою умерщивление мозг самый щадящий умерщивление они кончаются скончается почти сразу потом еще это судороги будут но уже все уже не желаю я комы пин шунда я вижу элечка вот она вот она ушла рыбка на обратном пути тормознули выбросить я не могу я не могу я не могу мне камера герзан я не могу помочь на обратном пути тормознули выбросить мусор и заодно искупаться потому что жарко жарко на улице машине конечно кондиционер и нормально но все равно мы вспотели и хотел вам показать еще раз это чудесное озеро на смотрите смотрите какая вода смотрите какой цвет там под берегом видно да только что лодочка проплывала идея посередке вот здесь среди деревьев если глянуть тоже просто офигенное озеро но такой продолговат чистейший песочек на дне не вот такая офигенная вода и мы сейчас пойдем купаться боимся и поедем домой до дома где-то 3 часа изны шеннон лейк просто по трассе когда едешь еще другое озеро с дядей лейк ребята рассказывали как не забросишь так судак не забросишь так судак пару лет назад было это мне не нравится там кемпграунд там народ тусуется столы для пикников стоят я такими стану здесь тоже голоса слышны кто-то приехал смотрите какая красота какая красота офигенно уточки плавают люди рядом с ними одно из самых красивых озер тоже трассы гайли будем купаться но вперед вот наконец полчаса спустя наши нимфы идут накупались от души по песочку босиком пойдемте ребята впереди еще три часа езды до дому сейчас будем обедать потом заедем в какой-нибудь магазинчик купим мороженого холодного напитка какого-нибудь и вот так вот завершим наш выходной да как вода теплая я теплая снизу ледяная снизу ледяная рыба кушают твои ноги да почистили хорошо бесплатный массаж ног за эту услугу за то что я ведро притащил наверх с водой порублю с носа ну а как же айс бесплатно получишь мороженое бесплатно а вот хорошо смотрю на мороженое заработал хотите я еще ведро воды принесу ну ладушки едем домой да сунули мне камеру сказали день не закончился дядя вова давай продолжай снимать вот снимаю приехали домой разгрузили машину все выгрузили побежали в огородчик все полили собрали малину урожай да сколько мы собрали ведерко есть тюга ландс ванга он муки 1 ведерко из подмороженного 45 литров так тетя элит учит она ярего и длин помидоры с нашего огорода да наш урожай уже хорошо сливы не наши полигоны наши костерчик делаем смотрим что тетя элита делает картошечка с вашего огорода картошечка с нашего огорода хорошо а рыбка с нашего огорода которую мы сегодня поймали фольги на барбекю на молоток зачем добивали рыбу до зачем следующий раз понадобится найдем разделяем молотки разбрасывают и че волосы вырываешь и в костер и малина о малина жарим малину значит хорошо русский разговариваешь вообще много хочу у тебя лучше получается помидоры жрать или по-русски говорить хорошо знаешь я голодный как собака тоже будем жать на надо костерчик разгорелся все хорошо будем ужинать вот так чудесно закончился наш день еще не закончился конечно но заканчивается приятного аппетита все не вынесла душа поэта показать шучку и костер и щучку